Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Николу Хомофлай. У меня канал исторический, и сегодня историческая, точнее даже не историческая, а ретро-тема. Если вам прямо сейчас лет 30-40, то вы обязательно играли вот в такую вот штуку, мечтали о ней, проводили часы. А если вам сейчас 50-60 лет, то вы кричали в 90-е на своих детей, что, мол, посадишь кинескоп, хватит играть, вырастешь идиотом. Прошло время, друзья. Ну и не сказать, что прям страна полна идиотов, да, хотя все играли. Таким образом, за последние 20-30 лет было доказано, что вот эта штука не приводит ни к дебилизму, ни к тому, чтобы человек ослепнет, ни к тому, что кинескоп сядет, поэтому имеем право, собственно, обсудить подобную вещь. Но обсуждать мы будем не приставку Дэнди, ни в коем случае, это уже такой пенсионер, можно ее в стороночек отложить. Обсуждать мы сегодня будем реплику этой штуки. Пришла мне из Китая вот такая вот посылочка, сейчас вам ее буду показывать. Будем действовать, что называется, в сравнении. Что нам больше всего нравилось и не нравилось в приставке Дэнди? Ну, во-первых, то, что можно играть, да, это, понятное дело, нравилось. Что бы хотелось изменить? Очень хотелось всегда побольше игр, побольше картриджей. Вот у меня вот такой прям картридж, смотрите, все по-настоящему. Побольше игр хотелось, хотелось мобильности, хотелось играть вдвоем, втроем, хотелось играть там, где захочется играть. Собственно, все вот эти вот пожелания и исполняют в данный момент китайцы. Пришла мне из Китая вот такая вот штука. Это Дэнди, в ней 400 игр, 400, друзья, только представьте себе. 400 игр, плюс можно играть вдвоем, то есть в комплекте... Сейчас прошуршу. В комплекте есть второй джостик, и все эти игры, в которые мы в детстве играли вдвоем, будь то танчики, какой-нибудь Double Dragon, что мы там еще играли? Черепашки-ниндзя, Чип и Дэйл, вот это вот все можно играть таким образом. Плюс, друзья, это кинескоп. Самое главное для тех, кто постарше, друзья, эта штука не сажает кинескоп, потому что у нее есть свой мониторчик. Вот. Но если очень хочется посадить кинескоп, то есть переходник. И эта вещь, вот эта вот маленькая штучка, превращается в приставку, если ее подключить к телевизору. Собственно, попробуем сегодня все варианты игры. Давайте я, наверное, ее покажу. Во-первых, бумажку, да, куда же без бумажки такая штука. У меня даже названия у этой игры нет. Просто какая-то бумажка. Вот. Я немецкий в школе учил, поэтому ничем не могу помочь. Вот такая вот штука. Все. Убираем бумажку. Включаем. Хоп. Она не включается. Она села, друзья. Соответственно, кстати, да, сейчас буду заряжать. Тогда как заряжается? Есть в комплекте, опять же, вот такой проводок. Нет самой вилки, но сейчас как бы и Apple вилку не кладет. Заряжаю и продолжим. Итак, немножко зарядили. Пришло время включить. Кстати говоря, я сейчас проверял. Можно ее включать, если идет зарядка, и сразу подключать. Соответственно, кабель находите по длине, и вперед вы ничем не ограничены. Опять же, да. Если сравнивать эту штуку с каким-нибудь Game Boy, по формату, и это и есть Game Boy, то Game Boy сжал батарейки просто невероятно. Здесь такой проблемы нет. Здесь, ну, типа как от Nokia. Такой вот аккумулятор. Соответственно, заменить его легко. Тоже в Китае много чего продается. И держит зарядку. Ну вот, этот у меня уже неделю, и дочь играла с подружками в него прям несколько часов. Мы сидели в очереди, в поликлинику, и она несколько часов проиграла. Вот так, здесь включается и выбор английский или китайский. Выбираем английский, старт. Вот. Погромче можно сделать. Здесь есть громкость. И... Можно выбирать. Соответственно, здесь 400 игр, но, опять же, китайцы не будут китайцами, если не сделают, как обычно. Раньше у нас тоже были такие картриджи. Помните? 9 тысяч в одном, 9 миллионов, 990. Ну, здесь примерно такая же история. То есть, они потом начинают просто повторяться в какой-то момент. Вот. Не все 400 игр одинаковые, но, поверьте мне, и того, что есть, вполне достаточно. Так. Вернемся. Стоком сейчас покажу. Ну, например, игру Марио. Вот. Супер Марио. Классика. Так. Вот так вот выглядит. Достаточно яркий экран. Опять же, сравниваем мы его с каким-то геймбоем. Тот был черно-белый, и у него не было подсветки. Старт. Один игрок. Да, можно два выбрать, но для режима два игрока я потом поиграю в какую-нибудь еще игру. Так, нет, подожди, куда побежал-то? Куда-то побежал? Старт. Во. Я не особо шарил. Вот. Прыгает. Музычка. Ускорено немножко. Мне кажется, в оригинале, когда мы в детстве играли, не так быстро играла музыка. Грибок. Сейчас съем. Ти-ти-ти-ти. Во. Ну, в целом, то же самое. То же самое. Сейчас, кстати говоря, если сравнивать с современными играми, да, то сейчас игры в разы проще. То есть, у меня ребенок прошел один уровень, Марио, и сказал, это был просто кошмар какой-то. Сейчас я прям уровень превосходил, смотрите. Оп, варгона, все помнят, что как можно сделать. Ти-ти-ти-ти-ти. Ти-ти-ти-ти-ти. Ну, классно. Ощущение, конечно, прям вот, как оттуда. Немножко туговатые кнопки. Вот. Но. Привыкнуть можно. Но это, опять же, не современная приставка, в смысле. Тогда тоже были достаточно другие кнопки. Так, все, друзья. В Марио мы поиграли. Теперь предлагаю попробовать какую-нибудь игру на двоих. И мы подключаем второй джуйстик. Я предлагаю Чип и Дэйл сыграть. Чип и Дэйл. Два игрока. Старт. О, нет, я не хочу. Так, вот он. Прыгает один. Все нормально. Вот и второй. Ну, то есть и второй играет отлично. О, тоже иголочки. Прикольно, прикольно. Короче, друзья. Выходим в меню. Получается. Эта штука, да, она на самом деле, вот, это прям мечта ребенка в 90-х. Это и мобильность, и цветной экранчик, и родители не нервничают, и батарейки. Не надо тратиться. Вот такую штуку мне бы 25 лет назад. Я, конечно, был бы королем. Так, король, не король. Давайте попробуем ее к телевизору подключить, чего я еще не делал. Итак, друзья, я подключил приставку к телевизору. Выглядит вот так. Сама приставка. Проводок очень короткий. Проводок буквально 60 сантиметров. То есть здесь придется сидеть прямо перед телевизором. Играть это не очень удобно на самом деле. Но, с другой стороны, за последние 20 лет у всех, я думаю, накопились вот такие вот дуймы проводов. Всякий тюльпан на все на свете. И поэтому взять паяльник, взять тюльпан и перепаять можно как угодно. Так, во что поиграем? Давайте в Марио. Что, нет-то? А, не помещается. Не помещается Марио. Вот, смотрите. Вот он. То есть экран не помещается. Надо менять что-то в настройках телевизора. Я не умею этого делать. Но, как бы, это приставка. И не для того, чтобы играть на телевизоре. Это вот где-то, да, в очереди сидеть в машине и ехать. В целом работает. Наверное, надо попробовать поиграть на... На стар... Ага, тут яма, видимо, была. Да, вот она она. Наверное, надо попробовать поиграть на старом телевизоре. Там, скорее всего, будет помещаться. В целом, штука рабочая. Опять же, я бы не советовал подключать ее к телевизору по двум простым причинам. Во-первых, вот он я. Во-первых, очень короткий кабель. Во-вторых, вот здесь не очень хорошее надежное соединение. То есть, вот смотрите, вот. Видите? Ну и, в-третьих, на моем телевизоре не совпадает разрешение. Так что, вот так. Друзья, ну, давайте подведем некоторые итоги. Стоит ли покупать такую штуку? Я думаю, что да. Определенно стоит. Цена у нее 700 рублей. Я думаю, на Алиэкспресс можно найти еще дешевле. Вот, за 700 рублей вы получаете там 300-400 игр, которых можно вполне развлечь детей, где-нибудь в поездке, в очереди, да где угодно. Опять же, есть возможность поиграть вдвоем. Вот, по мне, так это гораздо лучше, чем играть в телефон. У телефона садится батарейка. В какой-то момент, ну, часто, я думаю, со всеми такое было, что ребенок играл, 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 или смотрел на видео, и у него села батарейка, он больше не на связи. Особенно где-нибудь в лагере. Вот, а такой в лагере дал. Им по приколу. Делефонная батарейка не садится, игр много, они все безопасные, нет выхода в интернет, что по нашим временам очень и очень важно. В общем, друзья, вот такую штуку я себе купил, вам показал. Можно поставить лайк, написать в комментариях о своей любимой игре, или вы относитесь к тем, кто считал, что такие штуки сажают в кинескоп. Миклуха МакФлай, друзья. Это вообще ностальгическая тема. Пока-пока.